МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ты сбиралась от целой водка провести три дни в Париже? Глядите нашу программу, и вы будете ведать. Дело в Беларуси можно отпашить по-юропейску. Пропановую отпашить на гэтых выходных у самым старожитным городе Беларуси – Полоцку. Поезжаем в Менску по Витебской шаши. Проезжаем мясо-эшка Плещаницы и город Лепель. Облеглась от Менску до Полоцку 230 километров. Полоцк сапрауды, вельмя подобна до европейского городу. У центру есть бульвар, где отпочиваются туристы и просуют майстрыхи. Сбирается молодь и худшать песни. Свет стал похож на дым, на дым, на дыну. Как призрак в нем плыву. И жду тебя и бесконечно... Раю вам вандровать по Полоцку пешки. Большая из историчных помников местится у центра города – на проспекте Франтишка Скорыны. Тут вы можете побашить и классичные помники, и незвучайные скульптуры. На проспекте Скорыны месяца один на его свете скульптура, просвешенная литтеры у Нескладовая. Чему бы не поставить помник литтеры, кайснует только у белорусским алфавите. Шпацирующего проспекте Франтишка Скорыны вы можете трапить в самый центр Европы. На проспекте месяца информационные стенды. Тому знайти потребный объект вы можете и без мапы. А вот еще одна одевозная скульптура – хлопчик с ходинником. Миновата Йонса строка от туристов при уходе у детячий музей. Чему бы не здесь нить вандровку у детинства? А вот сидя учинка с ходинником. Я у першинил бачу соправданный солнечный ходинник, який показывает докладный час. Экспозиция детячего музея поделена на два покоя. У первой зали вы сможете побачить коллекцию ходинников и звонов. Также в первом зале вы можете увидеть коллекцию весоизмерительных приборов. Смотрите, пожалуйста. Рассказываем мы всем посетителям, особенно детям, об уникальности предметного мира. Нас окружает природа, нас окружают люди, но не повторим, конечно, предметный мир. И это бодай. Один музей в Беларуси, где можно докрануться до истории. Управлено в сенсах этого слова. А самым активным туристам нам позволяется погулять с экспонатами. Татьяна Рафаиловна, покажите коллекцию, какие у вас тут есть суда. Одно из чудес – вот эти германские часы конца 19-го, начала 20-го века, в которых два способа завода. Пружинка с помощью ключа и гири. Так. Ого. А для кого-то будет чудом услышать звуки мелодии с патефона 30-х-40-х годов 20-го столетия. Дети все равно слышат этот звук и вспоминают и узнают о прошлом, где он бытовал. Потому что в каждом примете сохранена память и то время, когда он существовал. Как у человека ушко, плечо, тулово, юбочка и язычок. Вот попробуй возьми за ушко. И, конечно, чтобы он заиграл, зазвучал, нужно его скачать. Попробуй за ушко подержать. Главная идея и цель наша – донести до каждого посетителя, что человек – он не разрушитель, он созидатель. Человек должен сохранять и передавать это культурное наследие, которое собрано именно в музейном предмете. Мне больше всего здесь понравились инструменты. И понравилось, как они играют. Они играют очень красиво. Нам очень понравилось в музее. Я не очень много рассказывала, в какие игрушки играла в детстве я. И мы рады, что вы здесь смогли увидеть эти игрушки и потрогать их даже руками. В центре зала стоит древо с фотосбинками. Это портреты людей, которые отыграли важную роль в жизни полоску. Например, Полина Портнова подчас Великой Ачинной войны уротовала жизнь 114 детям. У наведника у ее смог чимось сфотографоваться с героями. Нам в Ервис подобался интерьер музею. Я хуже спроцовала молодый полоский дизайнер Сергей Клицов, а ки теперь живе у Франции. У таких дивостных покоях тяжко не поверить отсюда. Далее в программе. Знайомство с самым великим духовым инструментом и полевание на острое почуте. Мы застались в полоску еще на день. Легко сняли житло в историческом центре города. Ранница у полоску запоминается надолго. У кватеру залетает перезвон. А вы только спробуете подлечить, кольки святыня у башня звокна. Жамчужиной архитектуры полоску лишится Софийский собор. Ее стоят на самом высоком березе заходной двины. Для будовництва собора у полоск проезжали доли до Связанты. Разом с полоском церква пережила шматлики и перебудовы. Пожары, разбурение до иншая драматичная падея. Вы сами можете замовить экскурсию по Софийским соборам. И доведаться про историю этого храма. А я познайомлю вас женщину, которая так чудово накирует королем музычных инструментов. А вот и Ксения Пагорелая. Я награю на органе уже 24 годы. И завяраю, что у ягоня просто характер. Орган очень живой. Он реагирует на погоду, реагирует на людей. Был даже такой случай, что он даже не включился. Все сделано, а он не включился. Может, не захотел в тот момент работать. Не у меня, а у другого органиста. Но он потом такой растерянный в начале концерта. А что делать? Пришлось с органом поговорить, и все было хорошо. Орган очень вписался в архитектуру и акустику собора. То есть тут такая гармония существует между архитектурой, между тем местом, где находится собор. В общем-то, это не только мое мнение, потому что очень многие органисты, которые сюда приезжают на фестиваль играть, говорят, что мы еще приедем. Это прекрасный инструмент в святом месте. В софийском соборе этот орган прописался 27 годов тому. Ксения Максимовна, расскажите, как этот орган працует? Ну, все на самом деле очень просто. Работает орган по принципу свистка. В трубочку попадает воздух, и она работает. У нас есть мотор, который включает вентилятор. Воздух попадает вот в эти венглады, потом в трубы. Но чтобы это работало, нужно включить регистр. Вот, скажем, включаем регистр флейты. И звучит флейта. Так, или включаем, например, регистр английского рожка. Можете попробовать. Вот так звучал английский рожок. А так вот звучит, например, труба. И таких регистров у нас в органе 48. Но можно одной кнопочкой включить все регистры. И зазвучит орган целиком. Я не играла вроде бы руками. О, чудо! Орган играет. Орган играет. Концерты органной музыки у выконания Ксении Погорелы отбываются у Софийским собором, что не отдельно. Когда сюда подходишь, сразу немножечко даже настроение меняется. Потому что не случайно раньше строили храмы в определенных местах. И мне кажется, что Софийский собор – это тоже такое вот место, где какая-то энергетика встречается. Мне говорили слушатели, что они приходят на концерты органной музыки и просто в соборе посидеть, чтобы полечиться. Нагадаю, что обыдинку Софийского собора 11-го ста годзе захопались только фрагменты слупов, стенов и апсиды. Собор отрымал новое архитектурное рашение. Але не страся у своей души, яка я хочу жить органной музыкой. В наступном сюжете будем знакомиться с незвучайными видами от Пашинку. Литерально два тыдни тому в Полоцком районе появилась канатная дорога для катания на водных лыжах и вейкбордах. Рушим удачный кооператив Межрэджа, что месяц неподалек от звездок Боровуха и Фоздова. Добрый день! Привет! Организатором этого нового для Беларуси виду от Пашинку стал Ерман Беляков. Мастер спорта по водных лыжах, переможца и призер этапа у Кубка Свету. На место Ермана мы не застали. И он съехал у Италию на черговое споборненьство по водных лыжах. Пакуль спортовец отсутничая, ягон и сябр Максим, допомогая вести справы и сам спорбуя пановать хвали. Сразу чувствуешь прилив адреналина, этот кураж. Ну и еще круче, когда у тебя что-то получается, что-то ты учишься, что-то делаешь. Конечно, море позитива. У Шматликих же Харополоска и Харайону с этой подеей трошки изменилось ожито. Съявилось новое захопление. Впервые я стал на борт месяц назад. И сначала это было достаточно тяжело, я немного боялась. И самое главное, что боялась упасть. Но все оказалось намного легче, намного веселее. Впечатления неописуемые. На самом деле это один из самых любимых видов спорта. Вейкборденах возникло в 80-е годы минулого 100 года. В начале это без спорта появился как забава для серферов. Как долго не ждать хвали, они шеплялися за катер, который их тягал. Потом возникли две дисциплины. Катерный вейкборденах и кабельный. Линейная канатная дорога имеет преимущество в том, что непосредственно идет работа с одним человеком. То есть, если он падает к нему, подъезжает обратно лебедкой. Он цепляется, ездит дальше. Люди, которые хорошо катаются, они могут достаточно быстро разучивать новые трюки. Им не приходится выходить на берег, ждать чего-то. Процесс значительно быстрее для тренировок и для новичков. Я никуда не каталась на вейкборде, а летяпер я готова полетать на хвалих. Для этого тебе понадобится шлем, жилет и, собственно, вейкборд. Что, готово? Готово! А можно не так гудка? Возьми за трос. Колено подожми и на спину переверни. Детюха, давай! Войкульничок и не отрывовывается, а левель не весело. После стойких падений уйсёж-таки встать на вейкборд было соправды захопляльно. Ура! Отрывалось! Хлопцы, попробуйте и вы! Это супер! Наступным поспытать зі гэтаю водную забаву вышел наш бястрашный біда оператор. Цікаво! Ціпа ся бруй ён з вейкбордом! У вас вода, походу, милин генеральная, целебная, раз её столько пить нужно. Наступный был наш гукооператор. Хавкин знает, что делал. Дарейджи вейкборданах развиваю у всех группы тяглица у леп за фитнес. Скали подпробовать вейкборданах вы по кульбо и теся, то у хлопцов ёй, что вам пропоновать. Ай! Ну, Вим, готова! Ну, жаль на гэтам, наша программа мусять кончиться, али мы побачимся ровно просты день у нового Дани. Бывайте! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова